Приветствую вас! Я думаю, что очень многое зависит от того, как вы себя поставите. То есть, понятно, что вы договариваетесь с родственниками, понятно, что вы обуславливаетесь о время... так сказать, о времяпровождении, понятно, что вы обуславливаетесь о том, когда они приедут, это всё понятно. Вот. Ага. Но вам нужно ставить в известность о своих планах людей. То есть, если, например, допустим, вы договариваетесь встречаться, скажем, вот, допустим, в 3 часа дня, вот, что они должны знать, что, соответственно, где-то, где-то вот после, скажем, 6-ти, да, вы уже будете скорее всего заняты, и скорее всего вам уже будет не до них. Вот. То есть, тут очень многое зависит от того, как вы себя ставите. Если люди думают, что у вас много времени, то это чисто ваша ответственность. Вот. Да, это может быть, ну, далеко не всегда это может быть приятно. Да, люди не всегда адекватно на это реагируют. Да, людям это может не нравиться. Да, люди могут воспринять это как-то негативно. Да, люди могут посчитать, что вы ими пренебрегаете и так далее. Да, люди всё это могут посчитать. Это правда. Это так. Так и есть. Но, но по-другому вы сами видите, как всё получается, вы сами видите, как обстоят дела. И либо вы меняете это, то есть начинаете ставить себя, себя по-другому, вот, либо, либо ничего не меняется в жизни. Либо ничего не меняется. Вот. Это первое. Это первое, что хочется вам сказать. Вот. Второе, это, пожалуй, ваше собственное отношение к фруктуальности. Вот. То есть я, конечно, не знаю, но мне почему-то кажется, мне почему-то кажется, что вы ждёте пунктуальности у других людей. То есть, то есть, грубо говоря, будучи пунктуальными самостоятельно, вы ждёте от других людей, что они будут пунктуальными тоже. Вот. А это не совсем адекватно. Адекватная позиция. Понимаете? То есть, такое впечатление, да, что вы просто потому, что сами пунктуально вы ждёте того же от других. Так нельзя. Нельзя. Люди не обязаны быть пунктуальными только потому, что пунктуально вы. Вот. И вам, вам лучше бы этот момент для себя уяснить. Вам бы лучше этот момент для себя принять. Вот. Вы пунктуальны сами для чего? Вы пунктуальны сами почему? Что будет, если вы не будете пунктуальны? Вот. Может быть, вы излишне много уделяете этому внимания? Может быть, вы слишком много уделяете этому внимания? Может быть, пунктуальность для вас это некое, может быть, средство для, ну, например, для достижения какой-то цели? Может быть, вы чувствуете себя так комфортнее, когда, вот, эээ, ну, когда проявляете свою пунктуальность? Или как? Или что? Понимаете, да? Что тут вот история, она такая. И это тоже очень важный момент. Дальше. Вы пишите, что я не могу готовить ужин, не могу заниматься чем-то другим и так далее. Сейчас я даже это перечитаю. Вы говорите, что, так, не могу пойти в спортзал, начать готовить ужин и смотреть фильм. Допустим, в спортзал вы пойти действительно не можете. Потому что там повременно это, это ладно. Но почему вы не можете начать смотреть фильм и так далее? Для меня загадка. По какой причине вы не можете начать, начать, эээ, смотреть, эээ, фильм, например? Ну, если честно, для меня загадка. Ну, вы начнёте смотреть фильм, вам не обязательно его досмотреть до конца. Вот. Или обязательно, понимаете, какая история? Или вам обязательно досмотреть его до конца? То есть, вопрос в том, как вы относитесь сами к, эээ, вот, эээ, значит, к своей деятельности. Вопрос в том, как вы относитесь сами к тому, что вы делаете. Вот. Понимаете? То есть, если для вас прям вот обязательно нужно, если что-то началось, то оно должно закончиться и, соответственно, потом должно начаться что-то другое, то это вот такая вот излишняя рафинированность, да, излишняя приверженность к порядку, да, она, к сожалению, ну, редко когда даёт что-то хорошее, что-то хорошее. Вот. Она, к сожалению, редко даёт, эээ, какие-то, ну, позитивные, продуктивные плоды, потому что это, по сути, просто превращается в очерёдность. Ведь, эээ, для... ну, не секрет, да, я надеюсь, не секрет, не секрет, что, допустим, ээээ... то, что человек делает, то, что человеку нравится, например, да, это происходит спонтанно,к � …это происходит спонтанно. Вот. И, если Вы не действуете спонтанно, если Вы не действуете спонтанно, то это вопрос, скорее больше, к Вам. Да, то есть, почему, почему Вы не действуете спонтанно? По какой причине вы не действуете спонтанно, вот, ну и, соответственно, так далее. Вот, насколько вы, опять же, да, прислушиваетесь к себе, насколько вы, опять же, гармонично, ну, находитесь в гармонии с собой, понимаете? Вот, это точно такой очень-очень важный момент, на самом деле, если мы говорим непосредственно о вашей проблематике, да? То есть, проблематика связана с тем, как вы структурируете свое время по факту, по сути дела, вот. И здесь ваши родственники, ваши родные, какие-либо еще люди, здесь они никакой роли не играют на самом деле. Как бы вам это было не, может быть, не неприятно, но они никакой роли не играют, эти люди. Роль играете только вы, только вы и то, как вы структурируете свое время. Смотрите. Чем себя занять, когда люди опаздывают и как набрываются из колеи, если откладывают встречи? Ну, так, а вы для себя что делаете? Вы, вот, именно для себя чем занимаетесь? То, что вам нравится. Значит. Значит. Так. Значит. Договоры тридцать с людьми. Три часа. Уже пятнадцать тридцать. А они все, они все еще уже выходят. Ну и что? Откуда вы знаете, что они выходят? Ну, вы занимаетесь, как бы договорились вам. Приготовили все, что нужно, да, для них. И все. В чем проблема? Почему для вас это так, так сложно? То есть, такое впечатление, да, что вы не знаете, чем себя заняться. Вы не можете, ну, не можете себя заняться, получается. Вот. А тогда возникает вопрос, а на что вы ориентируетесь, вот, в своей жизни больше? То есть, вы ориентируетесь на себя или на других? Вот. Ну, вообще, вот, по жизни, вы ориентируетесь на что? На кого? Ну, или какие у людей проблемы? Себя-то забывать нельзя. Да. Так, значит, такое молоскание, каждое, мозгополоскание каждое полчаса. Но, опять же, вы говорите про свою реакцию. Что-то вы так понимаете. Вы это понимаете? Это как мозгополоскание. Почему-то. Уже никаких нервов не хватает. В данном случае это давно не виданный рост. А нервов от чего не хватает? Которой претензии определять не хотелось бы, встречи от меня тоже, но уже терпения не хватает. Ну, так, понимаете, вы не можете приключиться. С одного на другое. У вас есть запрет на приключения. Тут вы говорите, как бы, что я должна. Вот. Я должна. Я не должна, точнее, переключаться на что-то другое. Я не имею права переключиться на что-то другое. А откуда? Ну, откуда такая идея? Что вы не можете приключиться на что-то другое? Откуда ведь это же идея? Именно, именно идея. Понимаете, это же ваши идеи. Такие. О-о-о. Значит, какая история. Откуда запрет на приключения на что-то другое? Я думаю, что ответ кроется в анализе вашей спортуальности, как раз. То есть, вот, то, как вы понимаете, пунктуальности, да, это вот оно и, собственно, и есть. То есть, если вы, грубо говоря, пунктуальности своей управляете, да, ну, то есть, если вы контролируете ее, свое пунктуальности, если вы именно контролируете, то все хорошо. То есть, когда нужно, вы пунктуально. Когда не нужно, вы, соответственно, не пунктуально. Когда нужно, вы следуете правилам. Когда не нужно, вы следуете, там, ну, ну, своим каким-то, значит, желанием и прочее, все прочее. Вот. Понимаете? И все. И все. Я серьезно говорю, и все. А вы так не можете. И ведь вопрос в том, почему, почему. Так. Почти три часа моей жизни уходит на ожидание из-за чьей-либо непрофессуальности. Ну, понимаете, это ваш выбор. То есть, если из вашей жизни уходит на ожидание три часа жизни, это означает, что вы не можете придумать себе занятие ради процесса. То есть, нет такого занятия, которое понравилось вам чисто ради процесса. Есть только такие вещи, которыми вы готовы заниматься ради результатов. А ради процесса нет. Тот же фильм, например, вы, по-видимому, хотите посмотреть, да, тот же фильм вы хотите посмотреть. Ага, чтобы посмотреть, как бы, ну, условно говоря, концовку. Вы не получаете удовольствие от просмотра самого фильм. Знаете, от игры, от актеров и прочее, прочее, прочее. Вот. Главное, важно именно получить результат какой-то. А это, это, ну, как бы, отказ от акцента на свои чувства. То есть, вы не ориентируетесь на свои чувства, опять же, ну, как я уже сказал вам. Вот. Знаете, что тут, возможно, имеет смысл переориентировать то, на что вы тратите свои ресурсы, на что вы тратите свои, собственно, силы, да, переориентировать это. А все результаты напрасно стараются, и, соответственно, уходить, уходить часы не будут жить. Вот. Разумеется, пытался себя чем-то занять. Знаете, вот, чем-то занять. Да, то есть, по сути, это какой здесь, как это, по сути, происходит. То есть, вот, есть позиция, да, то есть, вот, например, впереди час у меня будут там гости. Вот я все сделал, все, гостей нет. Я не занимаю себя, я начинаю делать то, что мне интересно. Но ради, еще раз повторю, ради процесса, процесса. А когда вы говорите, что вы хотите себя чем-то занять, да, именно чем-то занять, то есть, это действие, это действие, оно изначально представляется как старосортное. Уже. Я не этим планировал заниматься. А чем? Чем вы планировали заниматься? Что вы можете в рамках, в рамках, вот, вы хотели чем-то, опять же, почему планировать? Зачем планировать? Я не думаю, что все в жизни нужно планировать, а на них. Понимаете? Какие-то вещи, да, какие-то вещи планировать нужно. Те, что, где от вас зависят другие люди. Но, где, ну, и где вы зависите от других людей. Какие-то вещи планировать нужно. Но не все. Если вы собираетесь чем-то заняться, нужно планировать. Чем хочется, тем же не важно. Чем хочется, не что по плану, чем хочется. Знаете? Я уже готовилась к встрече. Ну, складывается ощущение, да, что вы себя потеряете. Вот здесь. Такое ощущение складывается. То есть, встреча для вас с кем-то, это полная потеря себя. То есть, вы полностью растворяетесь в этой встрече. Теряете свои границы. Даже готовясь к встрече, например, с вами, я могу слушать музыку, которая мне нравится. Просто и наоборот радоваться тому, что у меня есть возможность. Время послушать. А всегда гостей я могу посмотреть фильм. Сначала его смотреть, потом досмотреть. И все. Если мне нравится, наоборот радует. Сам это у меня появилось в свободное время. Вы же в свободном времени не рады. Потому что вы не привыкли действовать спонтанно. Потому что у вас подавлено детское состояние. Ну, детское, детское, часть личности. Грубо говоря. Понимаете? Та часть личности, которая, которая ответственно отвечает. Отвечает за спонтанность ребенка. Ну, и человека. Не только ребенка, даже. Но человека, любого человека. За спонтанность человека. Отвечает это сейчас личность. За его, за его творчество. То есть вот. Ну, исключительно за такие вот чувственные аспекты. Аспекты. Вот. У вас этого всего нет. Поэтому вам и скучно. Ведь, простите, правильно я понимаю, что вам скучно? Вам скучно. Вам нечем себя занять. Скука. 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 Это подавленное детское состояние. Эго состояние. Скука. Может быть, вот эта какая ссора. Это подавленные чувства. И, и раздражение соответственно, которое вы испытываете. раздражение. Оно адекватно, раздражение адекватно, потому что вовсе во всех остальных случаях свои чувства вы подавляете. Или просто не позволяете себе, ну, например, что-то проявлять. Ибо вы даже родственникам с вами не можете сказать, что они, как бы, действуют плохо. То есть почему вы говорите, что это претензии? Это не претензии. Почему сразу претензии? Претензии это когда вы, там, грубо говоря, начинаете обвинять человек. И говорить, вот что, там, ты, я тебя уже только жду, ты, там, такой-сакой. Нет. Нет. Можете сказать просто, там, дорогие, дорогие мои. Вот. Я так уже, по-моему, сказкучил. Я так уже стал ожидать, вау. То есть, стал уже ожидать. Вот. И все, если это ваши родственники, они поймут. Если не поймут, то, может быть, и не надо с ними встречаться тогда. Но они ведут себя так именно потому, что вы ведете себя, словно это само собой разумеющееся. И я уверен, что это не единственный раз. Понимаете? То есть, предъявляя завышенные требования к себе, слишком завышенные требования к себе в плане пунктуальности той же, например. Значит, вы ожидаете того же от других. Но тот факт, что вы ожидаете того же от других, уже говорит о том, что вы придерживаетесь пунктуальности не от хорошей жизни. То есть, вы придерживаете пунктуальности не потому, что вам этого так очень сильно хочется, или вы получаете наслаждение. Потому что вы надеетесь, что это получится. Вы надеетесь получить такое и такое же отношение. Например, вы надеетесь получить какое-то, ну, уважение и так далее, и так далее, и так далее. Так вы не получите. Это не тот способ, вы сами можете это увидеть. Потому что вот вы говорите, что в очередной раз, да? Значит, это уже не первое. Ага, так. Значит, в общем, я не знаю, как себя вести и реагировать в подобных ситуациях. А как себя вести, чтобы что? Реагировать в подобных ситуациях, чтобы что? А в себе что-то поменять? Это одно. В людях что-то поменять? Это другое. Сам человек, сам человек очень пунктуальный, и не понимаю, как можно так себя вести. Еще раз, что пунктуальность не во всем. В вашем случае это полное подавление вообще своих чувств. Как выстроить выгодную для себя позицию в подобных ситуациях? Ну, если выгодную для себя позицию, то если вы говорите о выгоде, то это четкая, четкая граница вашего времени. То есть, например, я говорю, соответственно, я могу с вами встретиться, скажем, вот в 5 часов вечера. Вот. И, соответственно, провести с вами 2 часа. То есть, я вам говорю, вот я могу с вами встретиться в 5 часов вечера, да? На 2 часа. Вот. Соответственно, если вы на час опаздываете, да? На час опаздываете. Да, я для себя понимаю, что вот, ну, вы опаздываете, я могу что-то делать. То есть, что-то такое, что мне интересно, но не значит, всегда, всегда это есть, всегда. Там можно чем-то позаниматься ради процесса. Потом я вижу, что вы опаздываете на час, я говорю, в случае, ну, как бы, час, да, ты еще дома. Как бы, пока ты выйдешь, пока то все, уже, как бы, будет полчаса. В общем, полчаса нормально мне пообщаться. Вот. Как бы, давай отложим. Все. И все. Давай вот устраивать, устраивать. Вы же не отчерчиваете людям свои временные границы. И поэтому они так всегда ведут. Поэтому они так всегда ведут. И они, может быть, даже не знают, что причиняют вам боль. А может быть, может быть, может быть. Но вы подсознательно, специально создаете эту ситуацию для того, чтобы иметь возможность чувствовать. В обычном состоянии, в обычное время вы не чувствуете. Вы живете только разумом. Если так, то у вас есть скрытая выгода. И в раздражении, и, по сути, в обвинении. И тогда вам не выгодно выстраивать выгодную позицию в подобных ситуациях. Вот. Вы пишите, я не могу пойти в спортзал, начать готовить или смотреть фильм. Если я жду гостей с минуты на минуту. Ну, с минуты на минуту никак вы не можете ждать гостей. Потому что у вас как минимум есть полчаса. Это первое. Второе. Удень готовить. Это как бы, ну, тоже готовить можно по-разному. Да, и в таких ситуациях можно готовить что-то, что-то такое нехлопотное, быстро и так далее. Про фильм я уже сказал. Как не теряешь. Во время не раздражаться, пока, когда почти все люди ведут себя так. Вы знаете, здесь у меня уже есть ощущение, что вы завидуете людям. Вот где-то в глубине души вы завидуете людям, что они так себя ведут. Потому что, ну, во-первых, все люди так себя не ведут. Пенсиальные люди. Не во всем, не везде, но пенсиальные люди есть. Если вас раздражает это, то есть вызывает чинство, значит, это всегда какая-то эмоция. Вас это задевает. А задевает вас это, скорее всего, тем, что они так... Они могут, а вы нет. Значит, вам хочется. Позвольте себе делать так же, и вы перестанете, соответственно, раздражаться. Вот. Это не означает стать такими же, как они. Нет. Это означает, означает, что вы не будете себе вредить. Ведь то, что вы делаете, это вред. Вот вы говорите, да, что, как занять выгодную позицию? Значит, вы занимаете невыгодную позицию. Но если вы занимаете невыгодную позицию, значит, это кому-то выгодно. Вот вы подумайте, кому это выгодно. Кому может быть выгодно та позиция, которой вы занимаетесь. Не обязательно сейчас, в данном временном промежутке. Может быть, это было в детстве, может быть, это было когда-то еще. Подумайте. То, что вы занимаете невыгодную позицию, кому-то выгодно. И то, что вы занимаете невыгодную позицию для одного эго состояния. Например, для, допустим, состояния ребенка. Для детского состояния вы занимаете невыгодную позицию. Для другого состояния, например, состояние родителя. Это может быть выгодная позиция. Но вы не понимаете, какая это выгодно. В чем выгодно. Может быть, наоборот. Это позиции выгодны для вашего детского состояния. Потому что вы выражаете эмоции и выражаете чувства. Значит, невыгодно для родительского состояния, для родительского счастья личности. И, значит, раздражение, это скорее обвинение. То есть, вот это вот нужно разобрать. Что именно вы чувствуете? Как это происходит? Какой окрас имеется? Тогда будет понятно. Понятно. Потому что в целом, в целом, ну, я так полагаю, что вы достаточно грамотный и развитый человек, чтобы понимать, что вопрос, в общем-то, вы задаете элементарно. То есть, если говорить, вот, именно, непосредственно про рекомендации вам. Это элементарный вопрос. То есть, все люди ждут, вот, я, например, да, как психолог, как человек, который работает с людьми, я вынесен ждать людей. Бывает по часу, там, бывает по два и так далее. Ну и все. Ну вот человек опаздывает, да, там, допустим, у меня консультация, да, человек опаздывает. Я просто говорю, так, ну, как бы, я не говорю, да, я просто решаю для себя, что я ищу его, там, грубо полчаса. Вот, через полчаса мне пишет другой клиент, как бы, драться-то, вот, два там, консультация прямо сейчас. Говорю, да, хорошо, начинал. А тут пишет тот клиент первый, который мне пришел, мол, так-так, вот, как бы, надо, я, извините, пожалуйста. Я говорю, ничего страшного, я уже, я уже занят, давайте на другое время. Все. Давайте, все, вот это все, вся история. И, это элементарно, вы сами это знаете, все это элементарно, но вы не поступаете так. Значит, есть более глубокие причины, так не поступать. Понимаете? Поэтому, я предложил бы, я предложил бы, не умалять значение. что там вот с вами происходит, надо это раскрыть. Потому что любое раздражение, любое раздражение, это, по сути, любое раздражение, это признак не выраженных ранее эмоций. Вот. И, было бы очень здорово, если бы вы эти эмоции все же выразили. Вот. Если бы вы все же, ну, научились выражать. Это было бы идеально. Для вас, это было бы прямо вот, эээ, идеально. Понимаете? Такая история. Если бы вы еще, вот, эээ, контролировали бы, эээ, свою пунктуальность, да, использовали ее, то, эээ, тогда, когда она, ну, действительно нужна, а не тогда, когда, эээ, ну, а не просто, как, вот, стиль жизни, то, было бы вообще, в таком случае, шикарно, и, мы сами увидели бы, что, что никаких, вообще, проблем не было бы у вас. Вот. Вопрос в том, готовы ли вы, эээ, с этим работать, реально готовы ли, или нет. Вот. То есть, то, что я здесь сказал, да, это, это, вот, по сути дела, да, то, что я здесь сказал, это, такие вот, ну, такие начальные, как бы, аспекты, да, начальные такие моменты, это все, это, как бы, важно, да, да, это действительно важно, это серьезно, но это не то, что можно назвать работой. Ну, они, понимаете, да? Вот. Так что, смотрите, сами, смотрите сами. Я почему-то думаю, что вы, вот, склонны критически относиться к тому, что говорят вам люди, вот. Вот. Ну, есть вот у меня, знаете, вот, такая интуиция, вот, которая подсказывает мне некоторые черты. Вот. Возможно, вы сами навели меня на эту мысль, тем, что сказали, что претензию определять не хочется, отменять встречу тоже. Вот. То есть, почему сразу претензии, почему сразу отменять встречу, не очень понятно. Возможно, вы считаете, что родные вас не поймут, и боитесь сами, что они вас не поймут. Но откуда страх? Тогда, в таком случае. Вот. Понимаете, или мы с этим лучше разобраться? С этим лучше разобраться. Ну, и, собственно, цена вопроса. То есть, вряд ли вы столкнулись с поведением родных только сейчас. Скорее всего, родные вели себя так всегда. И они не изменятся, они всегда такими были, и, возможно, именно поэтому вы их и любите, что они такие. И тут, как бы, цена того, что вы делаете, что я соглашусь с ними на встречу, вы обрекаете себя на такое времяпровождение. Вопрос в том, окупается это или нет? Вопрос в том, стоит это того или нет? Все ли это люди или нет? Случайно ли выяснилось, что вы давно не виделись или нет? Понимаете? Но эти вопросы можете ответить только вы. Вот и всё. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку в Доротомыч. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.